Мы закончили с вами в прошлый раз на методах идентификационного типа, методах управления с помощью идентификации, рассмотрели один пример и также посмотрели на лабораторную работу, связанную с этим методом, то есть там у нас рассматривалась система, то же самое, что и в предыдущих лабораторных работах, но мы ее оптимизировали с помощью, вернее, управляли ей с помощью уже адаптивной системы идентификационного типа вместе с определением двух неизвестных коэффициентов. Значит, к сожалению, там на второй половине у нас записи не было, но вкратце там суть сводилась к тому, что мы пошевелили разные элементы системы и увидели, что есть достаточно серьезное влияние нелинейных компонент, то есть, грубо говоря, там небольшие отличия в оцениваемых параметрах приводили к серьезным статическим ошибкам в системе. И в частности, касающиеся нашего упрощения, то есть мы там вводили упрощение во время синтеза аналитического закона, когда убирали тангенс киберболическим, заменяли его линейной функцией, мы в прошлый раз посмотрели, что вот такая замена в случае системы идентификационного типа, она приводит к появлению статической ошибки. То есть в отличие от того, что мы на позапрошлой лекции рассматривали, то есть система с интегральной адаптацией, где мы добавляли просто интегральную компоненту, и она в целом подтягивала систему к нужному значению целевому, пусть и некоторым колебательным процессом. То в системах идентификационного типа вот такие уже отличия в модели, то есть та модель, которую мы заложили, она изначально уже, в ней присутствовали некоторые степени неопределенности, и мы за счет этой неопределенности внесли дополнительную помеху в нашу систему. И мы, полагаясь на то, что мы все в системе знаем, а то, что не знаем, мы идентифицируем, получали некоторый закон управления, который приводил вот к появлению статической ошибки. Вот, то есть основной вывод из этой лабораторной работы, которую я должен сделать, состоит в том, что если вы основываетесь уже на идентификационном подходе к построению системы управления, вот, ваша модель должна быть максимально близка к реальному поведению объекта. То есть каким-то образом вам придется учитывать, в том числе и вот этот тангенс гиперболический. Вот, поэтому есть, да, целое направление, например, то есть можно, имея некоторую модель, строить дополнительные подсистемы оптимизации, то есть, ну, в этом случае вы придете уже, скорее всего, к так называемому адаптивному модуру predictive control, то есть у вас будет строиться модель во времени, да, то есть у вас будет некоторая модель общего вида с неизвестными параметрами, значит, вы будете по историческим данным производить оценку этих параметров, ну, к примеру, вот так, как мы это делали на прошлом занятии в нашей лабораторной работе. Вот, а дальше вы будете использовать методы оптимизации для того, чтобы на этой модели подобрать управляющее воздействие. Вот, наверное, это вот такой самый сейчас популярный подход к построению адаптивных систем. Вот, ну, тем не менее, сегодня мы рассмотрим еще два других подхода. Они, в отличие от этих всех описанных до этого способов, они, ну, вот, также будут полагаться на некоторые модели, то есть они будут использовать модель объекта, но при этом в ней не будет прямой идентификации системы, то есть там будет производиться оптимизация коэффициентов регулятора. Вот, и название, соответственно, уже не идентификационной системы адаптивного управления, а системы прямого адаптивного управления. Значит, мы сегодня, скорее всего, их кратко рассмотрим, значит, посмотрим еще одну лабораторную работу. Вот, и в целом у вас будет полный комплект уже информации для того, чтобы сделать полностью курсовой проект. Вот, опять же, призываю тех, кто еще не начал его делать, вам нужно начинать, потому что времени осталось всего 2-3 недели на то, чтобы выполнить весь расчет. Вот, судя по вопросам, некоторые из вас уже начали их делать и видят, что там некоторые вещи нетривиальны. Вот, тем не менее, да, вам нужно как можно скорее начинать его делать, тем, кто еще не начал. Вот, сконцентрируйтесь в первую очередь на комплектности, то есть у вас есть, по сути, 5 задач, которые вам нужно решить для одной системы управления. Ну, то есть для одной задачи управления, да, вам нужно решить ее, так, по-моему, 5 способами, да, то есть вам нужно попробовать PI-регулятор, поиграться с ним, потом сделать управление по методу ACAR, потом метод ACAR с интегральной адаптацией, потом метод ACAR с идентификацией параметров. И вот сегодня мы еще 2 рассмотрим метода. Значит, первый из них это будет метод прямого адаптивного управления с обобщенной ошибкой. Вот, и второй метод, это будет метод скоростного градиента. Тоже система прямого адаптивного управления, но с алгоритмом скоростного градиента. Вот, в целом у вас будет в курсовом проекте 5 таких задач. Вот, и вам в первую очередь нужно сосредоточиться на выполнении всех 5. Значит, в принципе, если у вас вы просто правильно все, ну, то есть, грубо говоря, первое, что вы пытаетесь просто адаптировать ваши лабораторные работы, те лабораторные работы, которые я вам выдал, вы должны будете их адаптировать к тем заданиям, которые есть у вас. Это как бы первая часть вашей работы, самая главная. Ну, не самая главная, скажем так, это такой порог выживания. То есть, если у вас не будут адаптированы все 5 лабораторных работ, то в целом вы, получается, не справились с курсовым проектом. Вот, следующий этап – это уже настройка этих систем, вот этих 5 систем, которые вы получите. То есть, цель ваша – получить так, чтобы системы заработали. Вот, ну, или показать, что настроить их не получается. Ну, то есть, ну, теоретически такое возможно, надо будет, конечно, каждый раз изучать, но это будет неплохая тема для разговора на защите. Вот, то есть, да, первый этап – просто хотя бы адаптировать, чтобы у вас все правильно было. Ваши уравнения были поставлены нужные места, чтобы вы могли объяснить, что разные коэффициенты означают, что, как бы, логику выполнения вашего курсового проекта. Вот, а следующее – мы уже будем говорить о том, вот, как вы пытались настраивать эту систему. То есть, как вы производили отладку, какие у вас, как у вас понимание, почему она у вас может не работать. Вот, понимаете ли вы, какие, за какие ниточки нужно шевелить, чтобы лучше понимать, как ваша система устроена. Вот это все будет предмет уже, скажем так, второй части вашей оценки, которую вы будете получать. Вот, и напоминаю, да, что у вас за курсового проекта идет оценка. Если я не ошибаюсь, то выполнение курсового проекта – это допуск к экзамену, поэтому в каком-то, видимо, все равно его нужно будет сделать и присылать мне отчет. Вот, понятно, что без отчета я никакие оценки вообще не буду ставить, даже разговоров на этот счет не будет. Вот, то есть, как минимум, вам нужно хотя бы начать адаптировать вот те лабораторные работы, которые у нас есть, в некоторый единый проект, который вы будете представлять как ваш курсовой проект. Вот, и там, да, отдельная часть – это уже настройка этой системы, то есть, ну, получение каких-то вменяемых графиков. То есть, не той системы, где у вас там просто в первую секунду у вас система уходит в какое-то там крайнее положение, крайнее правое, да, у вас заклинивает просто механизм, и он вообще никак не реагирует на происходящее в системе. Вот, это как бы очень плохо. Вот, по крайней мере, вы должны показать, что ваша система живая, что она там пытается что-то делать. Может быть, у нее что-то не будет получаться там, особенно в том, что касается ПИ-регулирования, потому что все ваши примеры всех ваших объектов, они очень сильно нелинейные, и в целом ПИ-регулятор может там не справляться. Вот, поэтому, да, в первую вы просто адаптируете, пытаетесь запустить, понастраивать, да, но если не получится, ну, первая аппаратурная работа там в целом ожидаемо может не получиться у вас в управлении. Вот, вот, в методе ACAR, в методе ACAR с адаптацией, и в первую, в идентификации, и в системах с прямым адаптивным управлением у вас в целом должно получиться. Вот, ну, опять же, не исключаю, что могут быть какие-то особые случаи, вот, вот, их нужно обсуждать, то есть пишите мне в Telegram, да, мы с вами рассматриваем. Вот, некоторые коллеги ваши уже мне пишут, вот, мы с ними на этот счет общаемся. Вот, то есть ваша главная задача показать, что вы попытались ее настроить, систему. Ну, если у вас не получилось, да, ну, по крайней мере, вы попытались это сделать. Вот, в целом для курсового проекта это бывает достаточно. Вот, ну, а дальше будет просто защита, вы мне присылаете отчет, вы мне присылаете ваш питоновский ноутбук, чтобы я мог проверить, что вы, хотя бы он запускается, но без ошибок, что там не копипастой вставлены какие-то картинки в ваш отчет. Вот, и после этого мы, видимо, будем организовывать на последней неделе какую-то сессию быстрых БЛИЦ защит, там, по 5-10 минут на каждого, вот, после которых вы будете получать оценку. Вот, и дальше у вас будет только экзамен, значит, вопросы я вам чуть позже предоставлю. Вот, ну, а в оставшиеся две недели мы, скорее всего, еще рассмотрим, там у нас есть огромный блок, касаемый вашего учебного пособия, вот, которые тоже на экзамене у нас будут оттуда вопросы. Вот, поэтому там такой некоторый БЛИЦ обзор того, что там есть, мы тоже рассмотрим. Вот, это такая вводная часть. Значит, мы сегодня с вами продолжим, ну, оставшиеся два типа систем рассмотрим. Да, это система прямого адаптивного управления. Вот, и в целом, какая у них основная идея? В отличие от системы идентификационного типа, значит, здесь оптимизация, задача оптимизации формулируется уже не с точки зрения идентификации, то есть попытки определения коэффициентов модели объекта, а с точки зрения прямой настройки коэффициентов регулятора. То есть вот как здесь приведены примеры, да, то есть на идее вы просто выбираете изначально некоторый закон управления, будет то PID-регулятор, какой-то линейный регулятор, то есть линейная функция, или даже какая-то нелинейная функция, там, в том числе там нейронные сети, которые сейчас очень популярны. Вот, и формулируете задачу оптимизации таким образом, чтобы поведение вашей системы замкнутой с этим регулятором удовлетворяло некоторому критерию. Вот, и, соответственно, весь вопрос только в том, как этот критерий подобрать, и, что наиболее важно, какой аргумент будет у этого критерия. Что если вы вспомните, да, с прошлую лекцию нашу, значит, суть задачи оптимизации в том, чтобы тот мячик, который является вашей настроенной системой, с текущим набором параметров, переместить в некоторый минимум вашего функционала. И для систем прямого адаптивного управления часто бывает даже не столько важно выбрать правильно этот критерий, да, чаще всего он просто квадратичный, вот, сколько выбрать правильным образом аргумент этого критерия, то есть то, по какой координате вы будете его настраивать. Вот, ну, в данном случае в системах прямого, в системах модификационного типа таким параметром, таким параметром настройки были коэффициенты вашей модели, вот, и они агрегировались в некоторый набор измеряемых величин, а именно разница между прогнозируемой, прогнозируемым значением показания датчика и значением, которое вы реально получаете в системе. Вот, то есть косвенно вот эта вот разница между этими двумя элементами, да, она включает в себя и зависимость от параметров. То есть ваш итоговый функционал после раскрытия вот этой квадратичной функции от функции ошибки, да, он превращается в некоторый квадратичный функционал относительно настраиваемого параметра, этого MC, да, оценки. Ну, мы тут пример решали определенный. То есть это на самом деле просто квадратичная зависимость, вот прям как вот здесь нарисовано, да, и в ходе оптимизации, там на некоторых исторических данных система постепенно находит этот вот минимум. То есть, ну, мы там отдельно еще обсуждали, что могут быть некоторые возмущения в вашей системе, да, то есть вы не только, эти измерения могут быть подвержены возмущениям, поэтому часто, ну, на практике почти всегда используется некоторое еще статистическое усреднение, вот, поэтому берется, например, не прошлое значение прогнозирования, а берется целая серия значений, вот. Но, тем не менее, это тоже может, как мы в прошлый раз посмотрели, приводить к некоторым проблемам, связанным при скачкообразном изменении этих параметров, когда система не успевает перестроиться, то есть она использует старую историю и новую, часть новой истории, да, и у вас получается вот это скачкообразное изменение, оно может приводить к очень таким неприятным последствиям. Ну, вот, можем сейчас вспомнить, да, как это было. Ну, или ладно, давайте, у нас есть лекциях, нам это сейчас не обязательно смотреть. Я имею в записях лекций, значит, да, давайте двигаться дальше, значит, теперь система прямого адаптивного управления, в отличие от систем идентификационного типа, здесь оптимизируются уже не параметры модели, настраиваемые, которые существуют внутри вашего регулятора, да, вот как здесь она была, то есть у нас была некоторая модель прогноза показаний датчика, то есть ускорения, вот, который на каждый, как бы в каждый момент времени рассчитывал значение для следующего этапа. И это значение использовало для сравнения с реальными показаниями датчика, чтобы вычислить значение ошибки. Соответственно, на основе него строился просто алгоритм такого итеративного оценивания, который постепенно с течением времени сходился к реальному значению параметра. То есть, по сути, в реальном времени оценивалась масса груза, которую мы не знаем. Такой своего рода софт-сенсор, который по косвенным измерениям ускорения пытается оценить, какая же реальная масса у вас на грузе, ну, как бы на крайне на этом подвешена. Вот это такая достаточно популярная технология построения софт-сенсоров. Вот она достаточно находит сейчас некоторые применения. Вот, и, соответственно, мы ее используем для того, чтобы потом этот параметр использовать в аналитическом законе, вот здесь, да, для того, чтобы посчитать уже некоторый закон адаптивного управления. Вот, здесь в системах прямого адаптивного управления уже схема несколько иная. То есть, здесь мы априори, мы по-прежнему имеем здесь модель объекта, вот, но мы уже в явном виде ее не будем закладывать в алгоритм. То есть, у нас не будет отдельной подпрограммы, которая будет моделировать объект внутри нашей системы управления. Вместо этого мы будем строить алгоритм оптимизации коэффициентов регулятора. Вот, например, мы будем рассматривать PID-регулятор. То есть, это регулятор с тремя компонентами, то есть, пропорциональная, интегральная, дифференциальная. Вот, у всех них есть коэффициенты, то есть, KP, KI, KD. В обычной жизни вы выбираете их на этапе пусконаладки, либо вообще никак не выбираете, по дефолту какие-то используете. Ну, скорее всего, какие-то минимальные сроки вы производите. Вот, в адаптивной системе эти параметры, адаптивная система прямого адаптивного управления, вы эти параметры оптимизируете в реальном времени, то есть, по мере того, как происходит управление вашим объектом, вы дополнительно рассчитываете, то есть, у вас дополнительный контур, контура по расчету каждого из этих коэффициентов. Вот, ну, на практике по этой используются не интегралы и не производные, используются некоторые конечные разности, То есть это, по сути, взвешенная сумма прошлых значений. Прошлого, позапрошлого и позапозапрошлого. В зависимости от того, какой у вас шаг, шаг работы вашего цифрового контроллера. Значит, да. Вот, ну, конечно, есть еще другие варианты. Можно брать просто линейный регулятор. То есть там не три переменных брать, а 30 переменных, например, брать. То есть можно брать какую-то нелинейную зависимость от координат. Например, может даже не от ошибки в управлении, да, от какого-то набора координат. В том числе, например, полиномами, периодическими функциями. То есть вариант, на самом деле, огромное количество. Основной принцип здесь в том, что вы закладываете не какую-то конкретную модель объекта, как мы, например, делали это с краном, да, где у нас было предположение о том, как объект выглядит. Вот, и мы для него строили систему идентификации. Ну, вот, как мы в прошлый раз посмотрели, если вы тут чуть-чуть ошиблись, то есть, например, не учли, что у вас управление, оно нелинейно, а здесь есть некоторые танги гиперболические с насыщением, да, то вы можете получить серьезную ошибку в системе, там, в том числе, статическую ошибку, какую-то колебательность дополнительную. Вот, ну, в том числе, можете, например, устойчивость потерять, если ваше расхождение будет достаточно сильным. Вот, в системах прямого адаптивного управления, и это их преимущество, уже не требуется такая точность модели. То есть, точность здесь нужна для того, чтобы, вернее, модель вот в этих системах используется для того, чтобы построить алгоритм оптимизации, то есть, то, как ваша система будет спускаться по вот этому вот, в эту вот яму. Вот, значит, точность модели будет влиять уже не на то, в какую цель выходит ваша система, да, а на то, например, как быстро вы будете спускаться сюда, то есть, приходить к некоторому оптимальному состоянию вашей системы. Вот, то есть, грубо говоря, здесь уже не так явно будет заметно падение показателей качества системы по сравнению с системой идентификационного типа. То есть, в системе идентификационного типа вы должны очень точно модель сформулировать, чтобы получить приемлемый результат. Вот, ну, если мы не говорим, конечно, о применении каких-то еще интегральных компонент, то есть, тут, скорее всего, придется еще прикручивать вот те интегральные компоненты, которые мы рассматривали в предыдущем, в позапрошлой лаборатории на работе, то есть, метод TACAR с интегральными компонентами, вот. То есть, это будет такой гибрид, достаточно сложный с тем, да. То есть, здесь, например, всего этого уже не нужно, здесь достаточно вот построить алгоритм оптимизации. Есть определенные требования, которым должен удовлетворять вот эта вот модель, то есть, можно даже примерно прикинуть, насколько ваша модель подходящая для того, чтобы использовать ее в системе управления. Вот, то есть, в ней, на самом деле, определяются меньше требований, вот. Но почему-то вот на практике такие системы пока не получили широкого распространения, то есть, вы очень часто сможете увидеть вот такие примеры систем, да, с идентификацией. Причем сейчас уже речь идет не о моделях вот таких вот аналитических, да, а идет уже модель вот в цифровых двойниках, то есть, когда у вас вместо вот этой вот модели используется некоторый цифровой двойник. Вот, и здесь часто бывает уже, да, тут аналитически уже не получить решение закон управления, да, но можно построить, например, дополнительную систему оптимизации управления, то есть, опять-таки, выбирается. Ну, чаще всего это просто некоторая последовательность управляющих воздействий, да, каждый момент времени, как в Model Predictive Control, вот. Но он строится на базе вот этой вот модели какого-то цифрового двойника, параметры которого определяются по историческим данным. Это сейчас такое, такой как бы мейнстрим сейчас в построении сложных систем управления. Вот, но вот есть всегда еще вот такое забытое, ну, не забытое, почему-то вот его как-то обходят вниманием, вот, хотя оно более простое в исполнении, если оно более простое, то оно становится более надежным. Здесь, конечно, есть свои тонкости, мы о них еще поговорим, вот, и, возможно, в лабораторной работе вы на это обратите внимание. Вот, но они, в принципе, свойственны не только этим системам. Это, опять-таки, особенности, связанные с ограничениями в каналах управления, со скоростью работы исполнительных механизмов, то есть вот тот алгоритм оптимизации, который вы строите, он должен соответствовать тем физическим возможностям ваших исполнительных механизмов, которые у вас есть. Иначе у вас будут происходить разные неприятные эффекты, такие, например, как залипание. То есть система будет выдавать управляющее воздействие, ваш исполнительный механизм будет уходить в зону насыщения, система будет еще больше давить, значит, еще больше будет уходить в зону насыщения, И в итоге у вас система как бы начинает подвисать. Это вот такой негативный эффект, который свойственен системам прямого адаптивного управления. Может быть, поэтому как раз и не получили такого распространения эти системы, а может быть, просто потому, что они чуть менее интуитивно понятны, чем системы идентификационного типа. Но если двигаться дальше, то есть в чем два основных подхода, которые мы будем рассматривать, это метод обобщенной ошибки и метод скоростного градиента. Еще это такие тоже два основных принципа. Первый стоит в том, что вы формируете некоторый динамический фильтр на входе вашего регулятора. И с помощью этого фильтра вы пытаетесь извлечь информацию из сигнала о том, что из себя представляет объект управления. Но не с точки зрения задачи идентификации, где вы пытались какие-то параметры найти, массу, например, определить, а с точки зрения достижения некоторой задачи. То есть у вас есть ошибка, и вам нужно понять, как система себя ведет при решении задачи движения к этой ошибке. То есть, грубо говоря, у вас там прямая зависимость между подаваемым воздействием и направлением движения, или обратная зависимость. Или эта зависимость меняется во времени. Вот. То есть вот этот метод обобщенной ошибки, он как раз направлен на то, чтобы определить, ну, как бы вы задаете некоторый фильтр, с помощью которого вы извлекаете необходимую информацию для оптимизации. Вот. А дальше вы решаете обычную задачу оптимизации, то есть поиск минимума некоторого функционала. Значит, второй метод, этот метод скоростного градиента, его идея схожа с тем, который был в первом методе, да, то есть определение, ну, тоже некоторой фильтрации временной. Но здесь уже идея такая больше не столько связана с фильтрацией сигнала, сколько связана с некоторой идеей, да, оптимизации. То есть суть оптимизации состоит в том, чтобы на каждом шаге приближаться к некоторому минимуму. Вот. Если у вас есть некоторый функционал, и вы итеративно его оптимизируете, вы можете отслеживать разницу между градиентом в этой точке, ой, между значением функционала в этой точке и значением функционала в этом точке. И анализируя разницу между ними, вы можете понять, в каком направлении вам двигаться. То есть в правильном направлении вы двигаетесь или нет. Если вы двигаетесь в правильном направлении, то у вас функционал будет уменьшаться по времени. Вот. И это основная идея мета скоростного градиента, именно поэтому он так называется. То есть он переформулируется немножко другим образом. То есть вы оптимизируете не уже значение функционала, а вы оптимизируете производную функционалу. То есть очевидно, что если у вас производная минимальна, то вы будете двигаться к вашей цели, то есть к вашему минимуму. Вот. В этом основная идея. То есть если у вас производная функционала постоянно уменьшается, то есть если у вас производная во времени функционала настройки все время, например, меньше нуля, значит вы будете двигаться в сторону уменьшения. Это логично. Если производная меньше нуля, вы двигаетесь в сторону уменьшения. Если больше нуля, вы растете вверх. Поэтому в методе скоростного градиента задача переформулируется из задачи оптимизации некоторого функционала в задачу оптимизации производной функционала. То есть получение некоторого минимального значения производной функционала. Если производная в целом может иметь отрицательное значение, то вы найдете наименьшее из них. И это будет наибольшая скорость движения к вашей цели. Поэтому он называется метод скоростного градиента. То есть он оптимизирует не сам функционал, он оптимизирует скорость изменения функционала. У него тоже есть свои особенности. В частности, он очень сильно чувствителен к возмущающим воздействиям. То есть когда вы оказываетесь вот здесь, то есть у вас изменения получаются. Вы находитесь здесь, очень маленькие, и производные у вас, они, ну не производные, а шум начинает вас просто из этой точки выбивать. То есть у вас, он вносит дополнительное возмущение в производную вашего функционала. Ну потому что вы туда-сюда прыгаете, да. И в целом, если у вас шум не является идеальным, то есть он не распределен равномерно, да, имеет какое-то смещение, то вы можете на самом деле куда-то там, придя к цели, да, вы можете потихонечку начать там куда-то двигаться в другую сторону. То есть, грубо говоря, задача в принципе не будет решаема. Это вот основной недостаток метода градиентного спуска – чувствительность к возмущающему воздействию. Значит, с ней тоже можно бороться. Есть алгоритмы огрубления. То есть когда берется, например, ну мы об этом поговорим еще, значит, там есть, да, есть просто некоторые механизмы огрубления, которые позволяют вам избавиться от вот этих проблем. Значит, ну давайте теперь детальнее про, значит, про метод, первый метод, да, метод обобщенной ошибки, адаптации, значит, да, как я уже сказал, это просто в систему оптимизации добавляется блок вычисления обобщенной ошибки. То есть исходная ошибка управления, ну, например, разница между желаемым состоянием системы и тем, что у вас в реальности есть, да, она пропускается через некоторый учительный блок, который представляет из себя динамический фильтр. По сути, это в дискретном случае это сумма, ну, как бы взвешенная сумма исторических значений ошибки. Вот, то есть такая некоторая свертка, по сути, да, динамический фильтр, вот, который позволяет вам на выходе получить некоторый сигнал, который может быть использован как аргумент вашего, вашего алгоритма оптимизации. Значит, на чем он основывается, в первую очередь, да, ну, вот, простая идея, опять же, на примере рассмотрим нашего экрана, мы не знаем массу, вот, но мы предполагаем, что за счет выбора некоторого обобщенного регулятора, PID-регулятора, имеющего три неизвестных коэффициента, мы можем построить правильным образом, подобрав все коэффициенты, мы можем этим объектом управлять, вот, но заранее мы не можем этого сделать, потому что мы не знаем массу, да, мы не можем заранее рассчитать, вот. Поэтому мы строим алгоритм текущей оптимизации, который будет вычислять эти коэффициенты в реальном времени. Значит, ну, что здесь, как вот, например, мы строим этот фильтр, мы берем просто эталонную модель. Здесь вот как раз состоит магия некоторая в этом фильтре, да, как выбирать этот фильтр, то есть какой информации достаточно для того, чтобы алгоритм управления правильно работал. Значит, ну, тут опять же та же идея, что мы рассматривали в, при рассмотрении алгоритмов оптимизации, значит, у вас есть три необходимых условия, которым вы должны удовлетворять, чтобы ваш алгоритм оптимизации работал так, как вы хотите, чтобы он работал, да. Это наличие минимума, ну, максимума в частности, да, но нас интересует минимум, значит, причем минимум должен быть единственным, да, и функция должна быть, вот эта функция, вот эта G, которую мы оптимизируем, она должна быть дифференцируемой. Значит, ну, вот как вот в данном конкретном случае это решается, да, то есть мы, ну, так угадываем, что у нас система второго порядка, да, и мы выбираем некоторую эталонную модель. Это один из способов, который мы можем использовать. Мы просто берем некоторую эталонную модель, задающую желаемое поведение системы. Вот, дальше мы эту эталонную модель используем как некий фильтр для фильтрации входного сигнала. Вот, то есть мы смотрим, по сути, смотрим, насколько наш сигнал реальный отличается от поведения эталонной модели. То есть получаем некоторое число, ну, то есть пропуская сигнал, да, мы во времени будем получать некоторую функцию во времени, вот, подставляя сюда просто сигнал реальной ошибки. Вот, и дальше вот этот сигнал ошибки мы будем использовать для того, чтобы производить, ну, как аргумент нашего функционала, вот. А сам функционал мы будем рассматривать просто как квадратичный функционал. Самый простой случай. Вот, ну, для того, чтобы это сделать, значит, мы берем, по сути, вычисляем вот эту вот функцию, да, то есть мы вводим ошибку, которая будет показывать разницу между поведением эталонной модели, которая должна быть всегда ноль, и между тем, что выдает нам система, если мы будем фильтровать через нее сигнал ошибки. Вот, то есть, по сути, да, мы настраиваемся, получается, на основе ошибки между поведением эталонной модели и поведением, поведением системы нашей, когда мы пропускаем вот этот вот сигнал ошибки через наш динамический фильтр. То есть, по сути, он показывает то, насколько поведение нашей системы отличается от того, которое мы хотим, чтобы как она, то есть наша эталонная модель, то, как мы хотим, чтобы система себя вела, а с помощью вот этого фильтра, которого здесь слева, заданным вот таким уравнением, только уже без нуля, да, мы можем получить то, как реальность система себя ведет, и дальше использовать эту разницу для того, чтобы производить настройку. Значит, как это делается? Ну, в целом, все, у вас есть ошибка, да, у вас есть уравнение, вы можете этот фильтр реализовать. Вот, и дальше мы, по сути, что, должны просто проверить, правильно ли, можем ли мы использовать метаградиентного спуска, да, мы просто подставляем, берем квадрат ошибки, самый простой функционал, да, который имеет единственный минимум, как мы ожидаем. Ну, как минимум, он должен иметь один минимум, ну, давайте проверим, да, то есть подставляем сюда уравнение ошибки, значит, заменяем, подставляем вместо ошибки, ну, понятно, что когда мы ищем производную, это ошибка, если ошибка это у нас, если у нас желаемое, это некоторое значение угла, да, то есть ошибка это угол минус, вернее, угол, да, угол минус желаемый угол, вот, то как только мы пытаемся найти вторую производную и первую производную, да, у нас вот эта константа, она просто уйдет. Поэтому она сразу заменяется здесь вторыми производными от угла, первый-второй производный, вот, ну, и остается также у нас здесь еще значение самого угла, да, и мы это все возводим в квадрат. В общем, если все здесь это раскрыть, то есть подставить вместо второй производной то, чем будет вторая производная, вместо первой производной подставить первую производную, предполагая, что, ну, мы здесь сделали некоторую замену, да, что первая производная – это x, а производная по времени, значит, это будет вот то, что у нас справа, уравнение модели объекта. Вот оно у нас здесь сформулировано, да. Ну, это, по сути, просто трансформация из системы одного дифференциального уравнения второго порядка к двум дифференциальным уравнениям первого порядка, то есть относительно угла и относительно некоторого переменной x, которая будет определять угловую скорость. Вот, в этих терминах мы можем раскрыть вот эти вот элементы, просто подставив отсюда некоторые результаты. Значит, и в итоге мы получим, придем к некоторому уравнению, где появятся наши коэффициенты kp, kd и третий – это k-интеграл, интегральные компоненты. Вот, то есть, ну, вкратце, если там еще возвести все это в квадрат, мы получим вот такой набор уравнений. То есть можно легко показать, что это будет квадратичное уравнение относительно каждого коэффициента. Вот, и эти коэффициенты, соответственно, мы сможем легко использовать для настройки. То есть, по сути, для построения уже метод aggregated. То есть, во-первых, мы показываем, что эта функция квадратична относительно настраиваемых параметров. То есть, это мы отдельно настраиваем пропорциональные коэффициенты, у нас квадратичен относительно пропорционального коэффициента. То же самое для дифференциального, то же самое для интегрального. Вот, значит, если это квадратичная функция, значит, у нее будет единственный минимум. Значит, за счет выбора вот этих коэффициентов PIT, что они из себя представляют, ну, здесь можно посчитать, что они из себя представляют, они будут включать в себя, в частности, значения вот этих коэффициентов. То есть мы можем выбирать либо минимум, либо максимум. И, соответственно, третье, что нам нужно, она дифференцирована. Ну, очевидно, что эта функция дифференцирована. То есть здесь нет никаких разрывов, с этим проблем никаких нет. Вот, то есть вот этот функционал, да, там, квадрат от ошибки, сформированной на основе эталонной модели движения объекта, он позволяет нам сформулировать задачу оптимизации. Вот, в этом основная идея. Ну, давайте, да, сейчас чуть-чуть прервемся, нас сейчас выбросят. Значит, перезайдем и 5 минут перерыв сделаем, после этого продолжим с нашими алгоритмами. Продолжение следует...